Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Сегодняшняя тема — нелюбовь к себе. Откуда она появляется, любовь или нелюбовь, и как это связано с сепарацией? Сегодня в этом попробуем разобраться. Для того, чтобы нам войти в тему «любовь-нелюбовь», необходимо создать два пространства. Сначала пространство «тот, кого не любят, и тот, кто не любит». То есть когда у Личности есть какое-то отношение к себе, то тогда можно сделать вывод, что произошёл уже раскол. То есть некоторые расщепления внутри Личности на ту, которую не любит, и та, которая испытывает это чувство нелюбви. Почему же Личность, которая по факту имеет вовладение только себя, и она данность, только она у себя есть, и у неё по отношению к себе возникают какие-то чувства, она как будто не переживает этот мир собой, не присутствует в нём, а относится или с одобрением, или с осуждением к себе. Сегодня весь ролик будет построен на двух кругах, и мы попробуем с вами в этих противоположностях отыскать истину и понимание. Итак, два круга, два объекта — тот, кого не любит, и тот, кто эту нелюбовь испытывает. Для того, чтобы нам понять, кто кого не любит, нам надо с вами вернуться в глубокое-глубокое детство и вспомнить, как мы, будучи детьми, полностью зависели от того, как относятся к нам значимые взрослые. То есть от их отношения к нам зависело получение благ или неполучение благ. Мы сами их не могли генерировать, мы сами о себе не могли позаботиться, мы сами не могли обеспечить себе жильём, едой, одеждой и так далее, и полностью зависели от какого-то взрослого. То есть этот принцип, как к себе относиться, я сейчас себя люблю и не люблю, он уходит корнями в глубокое детство. Потом, когда мы становимся подростками и уже можем сами что-то себе дать, как-то о себе позаботиться, вплоть до того, чтобы пойти работать, наша зависимость от значимых взрослых должна уходить. И подростковый бунт как раз-таки связан с крушением этих идеалов. Когда я уже не хочу сверяться по тебе, я сейчас хороший или плохой. Как бы мы подростками бунтуем, но этот принцип у нас находится глубоко внутри. На этом принципе определения хорошести или плохости, любимости или нелюбимости, мы впоследствии выстраиваем отношения с собой и с окружающим миром. То есть сейчас мы с вами возьмём две противоположности. Одна инфантильная, корнями уходящая в детство, когда от того любит нас и не любит, зависела, выживем мы или нет. И одна взрослая, когда уже мы не так категорично зависимы. Несомненно, мы и сейчас зависим от наших близких, от их отношения к нам. У нас то или иное настроение, состояние, зависим от других людей, но всё равно самостоятельности уже больше. То есть в детстве, когда мы говорим про детство, мы говорим про тотальную зависимость. Когда мы говорим про взрослость, говорим уже про частичную зависимость. Видите, мы здесь не мыслим категорично, ни от кого тогда не зависим. Нет, зависим, но меньше, чем в детстве. В детстве именно за счёт этого мы выживаем. Поэтому это так глубоко пронизывает нашу психику, нашу личность. И мы на основании этого принципа строим отношения с собой. И если мы не знаем про этот принцип, не замечаем, что на основании его мы выстраиваем отношения с собой, мы будем в плену у него, мы будем так дальше к себе относиться. Итак, основа инфантильности, не инфантильности, это то, что ребёнок только потребитель благ, и мы наиболее потребляющие благо, когда мы в утробе. Мы там на полном иждивении, на полном гособеспечении. Когда мы рождаемся, нам уже можно хотя бы улыбнуться маме или значимому взрослому. То есть мы уже имеем возможность воздействовать на объект. Мы понимаем эту зависимость. Но мы по-прежнему только потребители благ. И когда мы говорим про инфантильное состояние и про важность определения «любит нас и не любит», мы говорим про себя как про объект, который потребляет благ. Видите, это всё связано. То есть если у меня по отношению к себе возникает любовь и не любовь, если я по отношению к себе выясняю, я сейчас хороший или плохой, если я завишу от этого полностью, это значит, я застрял в инфантильности, и я как будто фиксирую себя в этой идентичности потребителя благ. Это будет заметно очень во многих сферах жизни. Сейчас мы выясним, как. Итак, дамы и господа. То есть фактически я хороший, правильный и соответствующий, получаю право на выживание, а если я нехороший, неправильный и несоответствующий, я погиб. Тут интересный момент. Хороший на основании каких корректиров? Критериев правильный на основании каких критерий, соответствующий чему? То есть, чтобы к себе относиться каким-то образом, вот именно так оценочно, оценочно, мы когда других оцениваем, у нас тоже есть какие-то невидимые критерии. И по отношению к себе тоже есть какие-то невидимые критерии, которые определяют наши ценности, определяют наше поведение, определяют наши отношения, но мы как будто не понимаем, а что же над нами нависает и что нами манипулирует изнутри. Фактически мы опять можем условно разделить на идеальное «я» — это «я», которое соответствует каким-то критериям правильности, хорошести и соответствия, каким-то идеальное «я». То есть это когда я смотрю на себя и говорю, «Я молодец, я молодец, так хорошо себя повёл, я молодец, это не сказал, вот я молодец, так не сделал, вот я молодец, промолчал, вот я молодец, накричал, вот я молодец, отстоял» и так далее, и так далее. Видите, тут в фильме присутствует вот эта оценочность. Оценочность, которая идёт, я нанизываю те бусины, которые воспроизвела в начале ролика, та оценочность, которая идёт из глубокого детства, и эта оценочность позволяет нам, то есть в соответствии позволяет нам получать от значимых взрослых блага, в которых мы нуждаемся, позволяет нам выживать. То есть видите, вот эта вот так называемая любовь или нелюбовь к себе, она идёт из прошлого, из прошлого. То есть мы не присутствуем собой, а мы оцениваем себя, мы расщепляем себя на тот объект, который оценивает то, что сейчас есть. То есть есть некоторое идеальное я, носитель, носитель законов, и есть реальное я, на которое идеальное я смотрит или с одобрением, или с осуждением, но всё равно оценочным. То есть мы как будто себя не отождествляем с реальным я. Мы идеальное я, реальное я у нас под надзором. Вот мы являемся надзирающими над собой, оценивающими себя, или же обесценивающими себя, или же хвалящими себя. Молодец! Человек, например, пишет, постом пишут, молодец, хорошо написал, возьми полки и пирожок, как говорится. То есть когда мы с вами говорим про некое идеальное я, которое у нас с хостом тянется единство, мы говорим про некую систему оправдательно-обвинительную. То есть оправдательный ты хороший, обвинительный ты плохой. Видите, наша жизнь, она гораздо сложнее, чем правильный, неправильный, хороший или плохой, соответствующий, несоответствующий. Это ребёнок так категорично мыслит, ему надо быстро определить, это еда хорошая или плохая. Я сейчас тебя хорошо или плохо веду. Ребёнку мышление недоступно. Когда человек взрослеет, мышление ему становится доступным, конечно, если он его развивает. И если есть манера на что-то смотреть оценочно, вынося это осуждение, белое или чёрное, правильное или неправильное, это говорит о том, что всё ещё есть застревание в таком примитивном восприятии мира. Я правильно сделал или неправильно, что я высказал этому человеку. Непонятно? В зависимости от того, а что вам надо, какие последствия, как это отразится на вас. то есть как будто надо выяснить, для чего, с точки зрения чего. И здесь появляется усложнение. Или человек, например, говорит, вот когда на меня, скажите, что мне делать, когда на меня агрессируют? Кто агрессирует? Кто агрессирует? А может, вам кажется, что агрессирует? Многие же люди воспринимают не по-моему, как агрессию. Надо задать много вопросов, чтобы прояснить. А человек говорит, нет, скажите мне, как мне себя вести? Как будто мир замерший и неизменный, и только он своим поведением на него влияет. Но мы если поменяем один фактор, например, если руководитель агрессирует, или же агрессирует продавщица в магазине, или агрессирует таксист, или агрессирует супруг, понимаете, здесь уже множество вариантов. По какому поводу агрессирует? И когда мы задаем эти проясняющие вопросы, мы видим, как усложняется. Всё. А человек хочет простой ответ, он хочет вот те самые правила, правильные правила, дописать ещё один пунктик, чтобы опять соответствовать или нет, чтобы опять относиться к себе как к хорошему или как к плохому. То есть оправдательно-обвинительные все наши диалоги в голове. Когда не спится, и мы с кем-то разговариваем, мы или оправдываем, или обвиняем себя, или оправдываем другого, или обвиняем другого. Чаще всего редко обычно мы постоянно ищем «нет, я прав, нет, я прав, нет, я прав». Мы циклимся на этом «нет, я прав, нет, я не прав, нет, я прав». Вот это оправдательно-обвинительно, это про выяснение, я соответствую этому идеальному «я». Или же мне уже с нелюбовью к себе относиться. Любить мне себя или не любить? Хорошо мне к себе относиться или плохо? Так что это за правила такие? Правила соответствия, соответствия которым я люблю себя или не люблю? Первоначально мы полностью эмоциональны. Ребёнок плачет, младенец, ребёнок выражает свои эмоции, он доволен или недоволен. Это такое примитивное реагирование на мир. Нравится, не нравится. Плохое, хорошее. Такое животное реагирование, опасное, не опасное. Категоричное, простое. И принятие решений на уровне рефлекторных дуг. Не нравится – ушёл. Плохое – отбросил. Не выясняется, почему, как. И ребёнок первоначально эмоционален. И контроль, контроль у него появляется тогда, когда ему надо вступать в социальную коммуникацию с значимыми взрослыми. Когда что-то надо контролировать, своё поведение контролировать и сделать поведение таким, чтобы оно было более подходящим для получения благ от этого взрослого. У нас появляется контроль. У нас ещё нет мышления, мы можем только контролировать себя в детстве. Мы ещё не понимаем, зачем мы это делаем. И поэтому нам кажется унизительным, когда мы себя сдерживаем. Или мы считаемся жертвой, когда терпим. Мы как будто забываем, что это делаем для себя, и мы выбрали это для себя. Я всегда говорю, посмотрите, если рука не пристёгнута наручниками к батарее, значит, это ваш выбор. Значит, вы не в заложниках, и вас не принуждают. Постепенно у человека должно появиться мышление. Но это мышление возникает только у сепарированной Личности. Личность, которая вышла из мира имени себя. Когда мы с вами говорим про инфантильность, про любовь-нелюбовь, про правила, про идеальное я, мы с вами говорим про сепарированность или несепарированность. То есть появился ли у человека внешний мир. потому что только возможность не быть запертым в себе, когда ты только выясняешь, плохой ты или хороший, она создаёт желание постигнуть, понять, а что это, почему это, как это. Видите, здесь нет этой категоричности, здесь есть выяснение, прояснение, дополнение, понимание, а значит нету заряженности эмоциональной. То есть если мы говорим про эту любовь-нелюбовь к себе, обвинительность-необвинительность, идеальность сейчас не идеальность, соответствующие правилам или нет, мы говорим там про эмоциональную заряженность. Это или будет одобрение, или же наоборот отвращение. Себе. Итак, дамы и господа, первоначально у нас эмоции, а потом эмоции, вокруг которых появляется контроль, если повезёт мышление. То же самое с нами происходит и в стрессе. Мы с вами регрессируем только до тупого эмоционирования, выбрасывания из себя этих эмоций, когда уже контроль не может это сдерживать. То есть все эти слои, как шелуха, будут отлетать во время стресса. Будет только эмоционирование. И контроль. А на мышление уже сил не хватит, потому что все силы будут уходить на то, чтобы себя сдержать. Для мышления нужен ресурс. Для мышления надо отказаться от вот это, прав-неправ, виноват-невиноват, хороший-плохой и так далее. Потому что если эмоций слишком много, мышление, психика от него отказывается. Это роскошь для него. Стоится контроль, но на контроль тоже надо энергия. Вы знаете, что когда вы уставшие, в стрессе вы себя меньше контролируете. Остаются голые эмоции. Итак, дамы и господа, контроль и мышление. Две следующие противоположности, которые мы рассмотрим сегодня. Мышление и контроль. Контроль спрашивает, что делать. Он хочет себе прописать пункты, инструкцию, как правильно себя вести для того, чтобы не не любить себя. Для того, чтобы выполнить все инструкции и любить себя. Похвалить. Главное, чтобы я делал правильно. Что происходит, неважно. Главное, чтобы мне к себе претензий не было, я себя не убивал. А в мышлении мы всегда спрашиваем, а что происходит, а почему это происходит? Видите, тут только что делать. Абсолютно эгоистично, с точки зрения меня, с неизменной реальностью. Скажите мне, холодно или горячее. Правильно или неправильно. Поэтому ваше задавание вопроса, что делать, оно не развивает мышление, а вас оставляет инфантильным, несепарированным, в примитивном контроле себя. И зависимым, конечно. Итак, когда мы говорим про несепарированность, мы говорим про мир имени себя, когда я заполняю всё собой. Когда мы говорим про сепарированность, мы говорим про выделение себя, по пониманию, что есть я, есть моё для меня хорошо, плохо, правильно, неправильно, а есть ещё весь другой мир. Я не Бог, который определяет, каким мир должен быть, который не судит мир, не оценивает мир, а постигает его. Вот это вот момент постижения. В этом будет оцениваться, в этом будет я как эталон, с которым будет сравниваться. И я не реальная, а вот это идеальная, потому что соответствие идеальному я в детстве мне сулило получения всего, что я хочу, и я, продолжая, продолжая выполнять эту программу, вообще не понимаю, что мной руководить. Соответствие какому-то призрачному образу, когда у меня всё будет, что всё, всё, а когда всегда, а кто даст? Вселенная. Тут мышления нет. Тут есть контроль, терпение, ожидание, обвинение, оценивание. Мы с вами имеем сложную систему, следующих два круга, которые мы рассмотрим, реальное и идеальное я. То есть фактически человек себя с реальным я не отождествляет, оно здесь перечёркнуто пунктиром. Реальное я как будто атакует идеальное я, а у идеального я к реальному я претензии. Предъявляем к себе претензии. Да что ты не мог справиться, да что ты идиот и так далее, и так далее. Здесь претензии аутоагрессии. То есть когда мы отказываемся от идеального я, для этого нам надо сепарироваться, выделиться из фона, перейти на мышление вместо контроля. Когда мы выделяемся, тогда претензии аутоагрессии исчезают. У них нет смысла. И нет никакой нелюбви к себе или любви к себе. Я есть. Возникает состояние «я есть». Я есть больше или меньше сейчас? Не надо себя любить или не любить. Состояние бытийствования «я есть». Я есть такой, я есть вот такой сейчас. Я сейчас оценю это. Хорошо, что я такой есть, или плохо, что я такой есть. И фактически мы имеем с вами вот эту вот самую главную войну в нашей Личности. Пока мы не сепарировались, пока мы не приобрели индивидуальность, пока мы не выделились из фона. У нас нет ощущения, что мы есть. Мы соответствуем какому-то призрачному, идеальному «я», которое что-то нам должно обеспечивать. А по факту это всего лишь атовизм из детства, не пересмотренный, не выведенный в сознание. И тогда реальность нас как будто атакует правдой о нас. Нам нельзя про себя знать правду, потому что мы тогда не будем соответствовать идеальному, а мы её стираем. А мы в то же время атакуем реальное, которое не обеспечивает нам хорошую жизнь. Видите, как претензии предъявляют супруги друг другу, или дети родителям, или родители детям. Через предъявление претензий. Такое общение с собой и с другими. Если личность не сепарирована. Итак, последний слайд. То есть, когда личность сепарирована, воспринимая себя как данность, я сейчас такой, и я понимаю, что мой поступок приведёт вот к таким последствиям. Тогда появляется отдельное реальное я, отдельный внешний мир, с которым реальное я пробует выстроить отношения. Есть какие-то причинно-следственные связи, есть какая-то логика. Всё достаточно логично в этом мире. Вот, кстати, в воскресенье выйдет наш Санна Ивановна с ногами на диване, мы будем говорить про правила игры. Не забывайте, что эти ролики короткие, не для Ютуба. Я не могу всё сюда вместить. То есть, отношение к себе как данности, без любви и нелюбви. Я есть, и я бы действую. И появляется внешний мир, с которым я постепенно учусь выстраивать отношения. Не эмоционировать на него за то, что он не соответствует по-моему, а постигать его и понимать, по каким принципам мне с ним осуществлять коммуникацию. Приглашаю вас на вебинар, который будет 25 ноября. Там как раз будет про сепарацию, про вот это выделение из фона, про прохождение этих этапов. А под видео я попрошу вас порефлексировать на эту тему. Вот это идеальное я, что оно вам обещает. Вот если вы будете соответствовать, соответствовать ему, что у вас будет, напишите в комментариях или же у себя где-то в тетрадке. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайки или плюсики в комментариях. Это ваша благодарность за то, что я с вами бесплатно поделилась этим материалом. И до следующих встреч.